Всем привет, с вами Сильвия, я рада видеть вас на своем канале. Давненько у нас не было таких девчачьих видео-посиделок, так что будем это исправлять. Сегодня я хочу рассказать вам о своих находках по уходу за кожей лица. И снимаю я это видео в сотрудничестве с сайтом iHerb, но как всегда все продукты я выбирала сама и тщательно их на себе протестировала. Вообще, пожалуй, 90% моего ухода с этого сайта. Ну, потому что там я могу выбрать продукты, основываясь не только на заявлениях производителя, но и на отзывах. Я вообще всегда читаю отзывы перед тем, как что-либо купить. Ну, а если кто помнит, одной из целей на месяц марта у меня было подобрать такой уход за кожей, чтобы я была прям очень-очень довольна. Я пока работаю в этом направлении, я активно читаю про пилинги, про кислоты, пробую на себе. И могу сказать, что сейчас моя кожа выглядит в разы и разы лучше, чем тогда, когда я использовала стандартный набор из очищения, увлажнения и тонизирования. Вообще, учитывая, что моя кожа склонна к высыпаниям, и в моей жизни был период, когда я 7 лет боролась с акне, состояние моей кожи сейчас просто вызывает у меня щенячий восторг. Ну, потому что высыпаний нет. Чтобы вы понимали, их нет вообще. Вообще, иногда может выскочить, но там раз в неделю такой малюсенький прыщичек, просто малюсенький. И на следующий день он сам по себе проходит. Ну, такое вот у меня счастье просто. После акне пока остались, они полностью не исчезли, но стали менее выражены. И вообще кожа сейчас, она выглядит более такой гладкой, отдохнувшей что ли. И это при том, что недосып у меня на регулярной основе, потому что у дочки режутся зубки. Она стала чаще просыпаться по ночам. Вот. Ну, что-то вытянулось в наше предисловие. Давайте перейдем к сути и поговорим про уход. Разделим его на две части, на утренние и вечерние, чтобы было так проще ориентироваться. Утром, сразу же после умывания, я наношу укрепляющий тоник Адермо-Е. В его составе есть альфа-липоевая кислота. Это такой естественный антиоксидант, который продлевает молодость кожи, потому что борется со свободными радикалами и уменьшает уже имеющиеся признаки старения. Для меня это актуально, потому что мне 27 лет и у меня есть небольшие морщинки возле глаз и возле рта. Да. Вообще, эта кислота уникальная. Почитайте про нее. Она очень хорошо взаимодействует с витамином С. И она борется с уже имеющимися высыпаниями и предотвращает появление новых. Вот. Я наношу просто на ватный диск, потом протираю лицо по массажным линиям. Следующий шаг это нанесение серума с витамином С от Мэтт Хиппи. Помимо витамина С в составе этого серума есть фируловая кислота. Это еще один такой сильный растительный антиоксидант, который борется с покраснениями. Опять-таки, для меня это актуально, потому что у меня дермография. К тому же фируловая кислота проникает через отмерзшие клетки и усваивается в глубоких слоях кожи. Вообще фируловая кислота очень хорошо сочетается с витамином Е. Она защищает от ультрафиолета и подходит для чувствительной кожи. Я наношу этот серум на кончики пальцев, так его разогреваю и потом распределяю по массажным линиям, легонечко вбивая. Вот. Со стороны это выглядит очень смешно, но зато эффективно. Далее у нас идет увлажнение. Я как бы запечатываю серум вот этим вот кремом от Anadolu Nature. Посмотрите, какая милая розовая упаковочка. А вообще крем очень вкусно пахнет. Он пахнет так вкусно, что как-то утром муж меня поцеловал и спрашивает, чем это от тебя так приятно пахнет. Я такая, не скажу. Вообще у крема легкая текстура. Он очень хорошо впитывается и он не забивает поры. И пленка такая неприятная на лице тоже не остается. Он хорошо подойдет для комбинированной кожи. Надо было вначале сказать, что у меня комбинированная кожа. Но лучше поздно, чем никогда. Весь этот уход, который я вам сегодня показываю, он рассчитан на комбинированную кожу. Завершающий этап у меня это нанесение солнцезащитного крема. Сейчас я использую увлажняющий крем со SPF 50 от Kihou. У него легкая, приятная текстура. Довольно-таки ненавязчивый аромат. Он хорошо впитывается. Но самое важное, на него просто идеально ложится макияж. Вы знаете, я раньше пренебрегала защитой от солнца всегда. Я имею в виду не тогда, когда ты на море, не тогда, когда жаркое солнце. А ты знаешь, что тебе обязательно нужна защита от солнца. Нет. Я имею в виду при любой погоде, в любое время года, когда выходишь из дома. Я когда слышала, что надо использовать солнцезащитный крем всегда. Ну, как-то пропускала это мимо ушей. Потому что для меня это почему-то было не актуально. Но! Я почитала про фотостарение и поняла, что защита от солнца нужна всегда. Так что, девочки, вы тоже почитайте про фотостарение. И я уверена, что те из вас, кто прочтет и до этого не пользовался солнцезащитным кремом на регулярной основе, начнет это делать. Не обязательно использовать это средство. Можно использовать абсолютно любое. Любая текстура, которая вам нравится. Но в идеале, чтобы SPF был выше 30. Лучше даже 50. Теперь поговорим про вечерний уход. И хочу сразу же сказать, что любой, абсолютно любой вечерний уход нужно начинать хотя бы за полчаса. Ну, лучше за час до сна. А не так, что умылась, намазалась всем и лицом в подушку. Неправильно. Нужно время для того, чтобы средства впитались и сработали. Так что вот, для начала я вечером смываю весь макияж, очищаю кожу. А потом наношу тоник от Елизавета. Это довольно-таки сильное средство. У него в составе сильные кислоты. Работает он так, что мало не покажется. Поэтому не используйте его на кожу под глаза и не используйте его возле рта. Я просто наношу немного средства на ватный диск и прикладываю его к тем местам, где у меня выражены поры. Это на лоб, на нос, на крылья носа и на подбородок. Все. Если вы решитесь использовать это средство, то обязательно сначала почитайте инструкцию, чтобы себе не навредить. Этот тоник хорошо борется с высыпаниями. Но если у вас есть открытые ранки, то будет печь. Будет очень сильно печь. Так что будьте к этому готовы. А вообще, я бы не советовала использовать этот тоник на регулярной основе. Вот лучше курсом. Лучше по чуть-чуть. Через пару минут я наношу укрепляющий серум с гиалуроновой кислотой. Этот серум я вам уже показывала. И, пожалуй, его рекомендуют все блогеры, которых я смотрю. Я тоже купила его по рекомендации и вот ни разу не пожалела, потому что это супер вещь. Серум направлен на борьбу с мелкими морщинками. И я его использую следующим образом. Наношу немного на кончики пальцев, разогреваю, а потом распределяю по массажным линиям. Особое внимание уделяю коже под глазами. Вот прям так хорошенько, несколько раз тут прохожусь. И по носогубке тоже. И могу сказать, что морщины в этих участках кожи стали гораздо менее заметны. Вообще, очень довольна этим серумом. И он подходит для всех типов кожи. Найхерби это один из бестселлеров. Завершающий этап это нанесение увлажняющего крема. Сейчас я использую крем с гиалуроновой кислотой от Home Health. У него довольно-таки хорошее увлажнение. Что касается баночки, она, ну, можно сказать, скромная, непрезентабельная. Но продукт внутри мне подошел просто идеально. Помимо гиалуроновой кислоты, в составе также есть масло виноградной косточки и экстракт зеленого чая. Крем очень легко впитывается. И на коже хорошо ложится, ощущения приятные. Разве что вначале может смущать запах. Он натуральный, он что-то между травянистым и маслянистым. Похож немного на продукты от Марины Казайной. Ну, такая авторская косметика, которая пользовалась год назад. Это, коротко говоря, хороший крем по доступной цене. Я им довольна. На этом мой стандартный ежедневный уход окончен. Про маски и пилинги будет отдельное видео. Я пока что тестирую некоторые продукты. И не хочу забегать вперед, пока не определюсь со своими любимчиками. Ну, разве что покажу вам еще вот этот вот спонжик от Экатул с углем. Скажем так, это скорее баловство, чем необходимость. А спонжик изначально предназначен для умывания. Но я поняла, что он мне для этого не подходит. Он слишком мягкий. И вообще с силиконовой щеточкой ничего не сравнится. А я использую этот спонжик для снятия масок. И он с этим справляется просто замечательно. Я даже начала маски наносить чаще. Просто потому, что снять маску теперь это раз плюнуть. Просто быстро, легко, удобно. Ну вот, вроде бы все рассказала. Вообще, я сейчас стала настолько довольна состоянием своей кожи, что в повседневной жизни не пользуюсь никакими тональными основами. Вот даже бибикремом не пользуюсь. Только немного матирующей пудры и все. Ну, еще декоративная косметика, да? Там для глаз, для губ. Куда уж без этого. Теперь пару слов про iHerb. iHerb это мировой лидер, который гарантирует доставку лучших натуральных продуктов в разные точки мира. Сайт предоставляет тройную гарантию, чтобы 100% удовлетворить всех своих покупателей. Во-первых, iHerb гарантирует, что вы получите лучшие натуральные продукты из более чем 30 тысяч наименований брендов, которые специализируются на натуральных продуктах. Во-вторых, сайт гарантирует качество. Сам магазин базируется в Калифорнии, и продукты, которые предоставлены на сайте, это аутентичные продукты, которые можно встретить в магазинах США. И доставка осуществляется сразу же со складов с климат-контролем. Ну и в-третьих, iHerb гарантирует доставку. Он предоставляет бесплатную доставку или же доставку со скидкой в более чем 150 стран мира. Я сама заказывала в Ереван и заказывала в Тюрих. В обоих случаях я выбирала DHL, но можно взять разные способы доставки в зависимости от размера вашей посылки и в зависимости от ее веса. Просто посмотрите на сайте при совершении покупки, там информация очень четкая и наглядно представлена. В Тюрих, например, можно заказывать даже через швейцарскую почту, и в некоторых случаях это будет выгоднее, чем если заказать через DHL. Посылка приходит очень быстро. Ну вот, ссылки на продукты я, как всегда, оставлю в описании. Можете посмотреть, заглянуть, если вас что-то заинтересовало. И буду с вами прощаться. Вы даже не представляете, как приятно мне было снять такого плана видео после столь долгого влогового периода. Так что буду ждать ваших комментариев, всех обнимаю, целую и до скорых встреч. Пока-пока.